итак сегодня мы с вами сделаем розовую воду вы долго меня упрашивали и сегодня я готова показать как сделать розовую воду и для чего она в принципе нам нужна лепестки которые вы сейчас видите это шиповник собирала их на берегу балтийского моря потому что там они максимально натуральные к сожалению я не могу передать тот аромат который я чувствую когда высыпаю эти лепестки себе на подоконник пахнут они как любовь розовую воду применяют в магических ритуалах розовую воду также применяют в кондитерских целях и делают из него обалденный косметический тоник досмотрите видео до конца и я поделюсь рецептом обалденного эффективного и супер мега крутого тоника для лица и тела сейчас мы с вами немножко поколдуем я отберу те лепестки которые непригодны для приготовления это самый простой рецепт как сделать розовую воду потому что на самом деле приготовление настоящей розовой воды занимает очень много времени а я упростила рецепт по максимуму после сортировки наших лепестков мы их не моем не сушим а просто берем и укладываем в какую-нибудь качественную посуду в которой мы будем их готовить в прошлом году если вы пролистаете видео ниже вы увидите что помимо розовой воды я сделала еще варенье из лепестков и получилось оно потрясающе укладываю лепестки и приминаю чтобы получилась концентрированная розовая вода готовить мы будем на медленном маленьком огне и заливаем лепестки проточной водой так чтобы просто покрывала сверху накрываем нашу кастрюлю плотной крышкой чтобы конденсат оставался внутри если у вас так же как у меня есть дырочка в крышке я рекомендую ее закрыть варим нашу розовую воду на медленном огне пока наши лепестки не дадут весь свой сок и цвет оставляем под крышкой настаиваться до тех пор пока вода не станет прохладной теперь заливаем ее в любую емкость и отправляем в холодильник розовая вода замечательное средство для очищения и привлечения любви в нашу жизнь этой водой вам необходимо протирать свое тело протирать любые места негативные в вашем доме если вы запланировали ритуал для привлечения любви умойтесь розовой водой оботрите и все ваши интимные места а также помойте все места в доме где вам кажется что есть негативная энергетика розовую воду можно хранить в холодильнике примерно один год и целый год она будет вам помогать привлекать любовь вашу жизнь посмотрите какая красивая получилась у меня вода это концентрат вы можете добавлять эту розовую воду и опрыскивать ей все места в вашем доме где вам кажется есть негативная энергетика давайте сделаем тоник для лица потому что тоник для лица из розовой воды лица и тела самое лучшее средство об этом вы можете почитать в интернете для этого мы возьмем розовую воду и емкость в которую вы хотите набрать этой розовой воды далее мы добавим с вами одну ложечку глицерина и 2 ампулы витамина c этим тоником вы можете протирать свое лицо делать патчи под глаза а также использовать его после душа не просто для привлечения любви а чтобы сделать вашу кожу молодой красивой и свежей и 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